Откуда в русском языке появилось слово варежка, ученые доподлинно не знают. Но именно этот теплый зимний атрибут стал поводом для организации праздника. Сотни мальчишек и девчонок приняли участие в играх и забавах, организованных в Расторгуевском парке. На старт! Внимание! Музыка! Побежали! Давайте, давайте, давайте! Снега для антуража, конечно, не хватало. А вот с варежками проблем не возникло. Самых разных цветов и размеров они украсили пространство парка. Это мастерство наших педагогов, воспитателей детских садов в основном. Они изготовили более 600 пар. По-моему, это вообще просто такой фонтан фантазии, творчества, выдумки. Если кто-то пришел на праздник без варежек, их можно было купить на ярмарке. А для тех, кто предпочитает сделать варежки самостоятельно, был организован мастер-класс. Мы пришли ниточкой с петельным швом. У тебя получится такая грелочка на стаканчик с чаем. Можно было получить оригинальную варежку с подарками и на многочисленных конкурсах. Надо отметить, что к празднику многие участники подошли со всей ответственностью. Выучили пословицы и поговорки, загадки и стихи. Чтобы руки не занозли, надо варежки одеть. И тогда мороз не страшен, они руки будут греть. По мнению видновчан, празднование Дня варежки стало прекрасным дополнением к новогодним торжествам. Удалось отдохнуть, провести время с ребенком. Посетить несколько мероприятий, в том числе и это. Спасибо вам большое за такой веселый праздник. В парке программа очень интересная. Мне очень нравится. Ребенок в восторге. Он даже никого не боится. Всем подходит, гладит, трогает. Очень весело. Настроение замечательное. Мы, к сожалению, не на начало мероприятия пришли только недавно. Но даже непосредственно те конкурсы, которые проводят с варежками, они замечательные. Зимой отмечают сразу несколько довольно необычных праздников. День валенка проводят в Суздале, главную масленицу страны в Ярославле. Организаторы Дня варежки также строят далеко идущие планы. Хотим, чтобы это мероприятие на этой площадке входило в план туристического маршрута Московской области. То есть это туризм уже не за пределами, скажем так, Ленинского района, как минимум Московской области. Таким образом, мы стали свидетелями зарождения новой праздничной традиции в Ленинском районе. И стоит отметить, что первый блин, точнее в нашем случае первая варежка, вышла на славу. Максим Козлов, Владимир Андреянов, Елена Кошлева. Видное ТВ.